Наврус Наврус Специально к Наврусу Салима вместе с другими рукодельницами сшила коллекцию нарядов. Узор для вышивки женщина подбирала особенно тщательно. Золотые орнаменты символизируют гармонию и процветание. А в таком костюме у каждой девушки есть шанс стать Маликай Наврус, принцессой праздника. Традиция носить вышитые золотом наряды на празднике пошла еще от наших предков. Сохранена она и по сей день. Богато украшенные одежды и аксессуары подчеркивают особенность и исключительность. Больше узнать о народных традициях и даже самому научиться вышивать, делать посуду или работать с кожей можно на многочисленных ярмарках декоративно-прикладного искусства. Здесь мастера не только делятся профессиональными секретами, но и продают свои товары по себестоимости. Ведь ни арендной платы, ни наценок в Наврус не бывает. Центр был создан для того, чтобы поддержать наших народных ремесленников. Естественно, есть отмирающие ремесла, которые все время не поддерживались. Мы стараемся это возродить. Но показать себя можно не только в создании эксклюзивных вещей. Мужчины демонстрируют свою силу в борьбе. Дети читают стихи и поют песни, а женщины готовят праздничные блюда. Хафтсин и хафтшин по традиции накрывают под открытым небом. На столе обязательно должно быть семь блюд и предметов, названия которых начинаются на «С» или «Ша». Сумалак – лакомство из проросших зерен, пшеницы. Сеп – яблоки, сирко, уксус, сир, чеснок, санджик, сухофрукты, самбуса, пирожки с мясом, сялав – суп из весенней целебной травы и сихкабоб – шашлык. Это символический дар солнцу, которое должно позаботиться о богатом урожае. Элина Ким, Рустам Пулатов. Новости Содружества. Таджикистан.